Музыка Купила вот такую траву, пол пола. Когда-то в моей молодости эта трава была в страшном дефиците. Ее все хотели купить и нельзя было ее достать нигде. Сейчас я вот вспомнила о ней и купила ее. Хочу немножко попить и попробовать как она на меня повлияет. Написано, что это диетическая добавка. Пьется через соломинку, наверное портит зубы. Достала я соломинку, сейчас буду ее заваривать. Вообще-то в аннотации написано, что пол пола предназначена для регулировки работы почек в организме. Может быть песок будет она чистить. Может быть у вас опыт есть какой-то. Напишите мне, принимали ли вы пол полу и какой эффект получился у вас. Я слышала, что эта трава подходит вообще для очистки организма от шлаков. Вот хочу попробовать ее. Сейчас будем делать с вами очень простое и вкусное блюдо. Вот у меня плавленый сырок, очень хороший этот сырок. Я его сейчас потру на терочку. Плавленый сыр трем яйцом, отваренное вкрутую. Добавляем мелко нарезанный помидор, у меня это желтый помидор. Столовую ложку 15% сметаны. Теперь посолим по вкусу и поперчим по желанию. Здесь у меня куриный фарш и луковица, я перекрутила их на мясорубку, выберите любой фарш. Фарш я посолю, вы добавьте себе перца, я не добавляю, и хорошенько вымесим фарш. Сейчас я из фарша формирую вот такие котлетки. Накладываем теперь нашу заправку, твердый сыр, яйцо, помидор и сметану. Рецепт я оставлю под видео в описании, а еще я выкладывать буду теперь рецепты на своем аккаунте в инстаграм. Пожалуйста, заходите в инстаграм, смотрите, там будет подробный рецепт записан, это будет вам может быть удобнее. Теперь всю эту красоту ставим в духовку и будем выпекать при температуре 180 градусов, пока не запахнет. Я уже делаю эти медальоны из куриного фарша не первый раз, очень мне нравится сверху начинка, но и очень мне подходит то, что их нужно делать в духовке, не нужно жарить. И вы знаете, они стоят несколько дней и несколько дней остаются вкусными, ну конечно, если они дотерпят несколько дней. Так, ну вот мои котлетки готовы. На вкус очень вкусные, не стала сильно их зажаривать, но это очень вкусно, попробуйте. Сегодня у нас вот такой вот затяжной дождь, уже не первый день идет, уже так надоел. Сырость на улице, а нам еще осталось маленький участок покрыть глубоко проникающей пропиточкой. Потому что я, к сожалению, прозевал в тот момент, когда бы надо ее прозевать. Ну теперь вот в такой погоде придется сейчас делать. Да, работа у нас не останавливается, все никак не можем закончить. А вот мы с Марусенькой тут сидим. Маруся золотая кошечка, она сидит, вот ты постелил ей вот эту вот пеленочку, для того, чтобы она тут лежала и не пачкала весь диван, и она лежит тут. Та же не заходит ночевать домой. Придет, покушает, попьет и опять сюда. Вчера звала ее, уже такой дождь шел, ливень. Маруся, иди домой, нет, она домой не хочет, да? Моя красавица такая, моя девочка. Такая беспроблемная кошечка. Никаких с ней проблем нету с этой кошкой, не то что с этим котом. Он сидит, караулит меня, чтобы я никуда не делась, да? Я подожди, он подожди. Так что, ты когда закончишь это? Когда рак на горе свистит. Слушай рака. Хорошо, буду слушать рака. Вчера я последовала вашему совету и стала обтрепывать вот эту тую. Я не думаю, что это от сезона у нее такое. Потому что у нее никогда так не было, чтобы она так портилась. Я ее уже и брызгала, и вот вчера ее обчукала немного, но опять начался дождь проливной. И я не успела ни докончить дело, ни убрать. А еще заветуете мне в комментариях положить здесь плитку. Ну, я думаю, что нам нужно еще утеплять будет вниз. Вот тут вот старый дом. И тут у нас не обложена плитка внизу, и нам нужно будет его еще утеплять. Это нужно будет землю частично отгребать и там прокладывать изоляцию. Да, гидроизоляцию. А потом уже можно будет думать о том, что здесь делать. Но за идею спасибо. Горшки поставить цветами, не знаю, готова ли я к этому. Во-первых, горшки красивые я хочу, они стоят денег. Это раз. Во-вторых, надо эти растения выращивать, и они... Ну, их надо каждый год подсаживать. Новое весной высаживать. Это всегда проблематично. Поэтому не знаю, что решим еще. Но за рекомендации большое спасибо. Ну, вот так у нас проходит день. Я надеюсь, что дождь закончится, и мы немножко покатаемся на велосипедах. Вот так проходит день. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, это праздник для нас. Прокатись на нашей карусели. Да. Но хочу вам сказать, что это еще не все. Вот сейчас нужно будет штукатурить эту стену, да? А потом мы еще должны купить два ведра кварцевой пропитки и еще пропитывать перед караедом. Насчет цвета я уже определилась, благодаря вашим комментариям. Да. Если потянем, то цвет будет легкий терракот. Мне тоже такой цвет нравится, как вы мне посоветовали. Я с вами абсолютно согласна. Сейчас хочу вам показать свою закваску для хлеба, которую я сделала с утра. Вот видите, сколько здесь пузырьков в этой закваске. Закваска уже готова. Сейчас я часть этой закваски переложу в маленькую баночку. Добавлю туда одну чайную ложку сахара, немножко муки, разведу водой, как густую сметану. И добавлю закваску, вот эту вот пару ложек. И все это перемешаю хорошенько и поставлю в холодильник. А из оставшейся массы буду печь хлеб. Вот тут у меня цельнозерновая мука. Но уже сейчас я буду добавлять немножко белой муки, для того, чтобы хлеб был вкуснее. Ну вот я сделала закваску на следующий раз. Здесь пару ложек закваски. Обязательно чайная ложка сахара и мука. А также вода. Вода обычная, водопроводная, из крана. Но у нас вода идет из скважины. И вот у нас должна быть закваска такая, как густая сметана. Если вы не положите сюда ложечку сахара, то закваска у вас не получится. Хлеб не получится испечь. Сейчас я эту закваску поставлю в холодильник до следующего раза. Пеку я хлеб всего лишь раз в неделю. Он медленно черствеет и вообще практически не плесневеет. Но я не видела, чтобы он когда-нибудь заплесневел. Даже если хлеб сухой, то я его могу положить на сковородку и сделать из него гренку. Такой вот на сухой сковородке тоже очень вкусно. Очень вкусно, когда я добавляю в хлеб изюм, семечки и отруби. Не закрывайте баночку с закваской плотно. Просто прикройте ее и поставьте в холодильник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok